Русское богословие и вопросы истины Без богоцентричной мозаичной определенности в психике, основанной на триединстве, правильно находить ответы на вопросы о конкретной истине, встающей перед человеком каждый жизненно важный момент, когда надо выбирать, невозможно Это соответствует тому, что Бог ожидает от людей Бог не признает за человеком право уклоняться от вопроса поиска истины или уходить от него ответом «не могу и не хочу знать» Бог не признает за человеком право убиваться ложными мнениями, одной из разновидностей которых являются откровенно атеистические убеждения, материалистический атеизм, в которых выражается демонизм вообще, а не только сатанизм, как целеустремленная оппозиция божьему промыслу Но Бог не поддерживает и ложные вероучения о нем самом, идеалистический атеизм, которые плодят в культуре разноликие системы подавления человека социальной магией, изображающей из себя истинное богослужение Однако Бог признает за человеком право на ошибку Нет на вас греха, в чем вы ошиблись, а только в том, что замышляли ваши сердца Бог прощающий, милосердный Коран, сура 33, аят 5 Коран, сура 21, аят 18 Но на этом пути людям приходится отказываться от свойственных им прежде ошибочных и заведомо ложных мнений и от ошибочной и ложной этики, в которой повседневно выражаются их нравственно-мировоззренческие ошибки, в том числе и в вопросах веры и религии Тем не менее, многие, вследствие неосознаваемого ими, а равно и осознаваемого, свойственного им же демонизма, воспринимают необходимость отказа от прежних и нравственно приятных им мнений, как посягательство на их свободу, на свободу их самовыражения И это особенно характерно для представителей интеллигенции, как социальной корпорации, сложившейся на основе взаимной поддержки индивидуалистов, большей частью носителей демонического строя психики Также большинство безвольных, простых людей, в кавычках, просто боятся менять что-либо в жизни и поэтому считают истину для них опасной, пребывая в жалком земном существовании рабов, своих животных инстинктов и примитивных, оккультуренных, в кавычках, привычек А когда к ним обращаются другие люди с предложением подумать о Боге, об истине и о других вопросах, без понимания которых праведно прожить невозможно, они говорят примерно следующее Без ваших вопросов мне удобнее и спокойнее жить Так вот, такая постановка вопроса не свойственна русскому духу Если человек интересуется вопросами отношений Бога и человечества и разрешает вопросы, встающие с Божьей помощью перед ним, то есть к вопросам человека приводит Бог, задача человека не испугаться, выявить вопрос и дать ответ на него В русле рассмотрения этой проблематики искренне, не лукавя перед своей совестью, то с Божьей помощью эти проблемы будут разрешены праведно И человек не может впасть в депрессию, бежать от людей, стать психически больным или одержимым Он будет становиться все более жизнерадостным, охватывая все больше сторон жизни своим укрепляющимся в праведности здравомыслием и истинным свободомыслием, а не кажущимся свободомыслием в пределах заданной культуры системы ценностей Информация в русле предопределения милостью Божьей объективна, то есть обладает самодостаточной свойственной ей сутью и не несет на себе печати в кавычках ретранслятора Хотя ретранслятор способен добавить к ней что-то или скрыть из нее что-то, но в результате такого действия возникнет уже иной информационный модуль Поэтому что истина, то истина, а что ложно, то ложно, вне зависимости от ретранслятора Есть только одно исключение Бог не лжет ни при каких обстоятельствах, а всегда говорит человеку правду и истину на всех языках всеобъемлющего языка жизни Человек же сам должен искренне отвечать в ладу ума и сердца, а не как предполагают ведические психологи Женщина сердцем, мужчина умом во всех жизненных обстоятельствах на вопрос конкретно, что есть истина Исправляя на ошибках свои нравственно-этические стандарты, в чем ему Бог и помогает В русском миропонимании изначально правда, она же и истина, и справедливость Что подразумевает, истину невозможно обрести вне праведной нравственности и этики, вне лада с Богом Ибо Бог у русских, если упоминается с эпитетами, то прежде всего Боже правый Все остальные эпитеты, следствие и выражение этого, указующего на всеобъемлющую безукоризненность правды Божьей Знак этого единства справедливости, праведности и истины сохранился до наших дней Законы уложения, предназначенные для поддержания в жизни общества норм справедливости Пусть и субъективно понимаемые, соответственно, нравственности социальных групп в каждую эпоху Издревле на Руси называли правдой Русская правда, Ярославова правда В более поздние времена, чтобы слово «правда» в значении «справедливость», обусловленное праведностью Не давило на психику неправедных судейских и не мешало им творить государственно организованную несправедливость Законы уложения стали называть иначе Законы уложениями, сводами законов, кодексами Но изначально в русском миропонимании истина не может быть неправедной А справедливость не может быть обретена вне правды истины И, соответственно, всякая ложь несправедлива и неправедна В этом единении правды, истины, справедливости и праведности Изначальное своеобразие русского видения жизни и русской речи Примечание для сопоставления В англоязычном описании жизни – truth и истина, и правда, justice – справедливость, правосудие, оправдание, righteousness – праведность, то есть грамматически – это не однокоренные слова, вследствие чего справедливость, праведность и правда связываются друг с другом дополнительными языковыми средствами, а сам язык допускает возможность некой справедливости помимо правды и истины. Конец примечания. Явление правды и истины в обществе людей всегда определенно и обусловлено стечением вполне определенных обстоятельств, характерных для исторического времени и места действия. Истина в обществе всегда жизненно конкретна. Стоящих вне жизни конкретно неопределенных истин вообще не бывает, это относится и к истинам, передаваемым из уст в уста тысячи лет. Поэтому их бессмысленно искать, но именно истину вообще ищет и спорит о ней большинство обеспокоенных этим вопросом. И некоторые из них настаивают на том, что она существует в какой-то абстрактной, непостижимой форме, но никак не в определенной форме бытия всего, во всем его много и разнообразии. Правда, истина многогранна в своих явлениях, но не бывает двух или более взаимоисключающих друг друга истин в одних и тех же обстоятельствах. Соответственно, повествования, содержащие две взаимоисключающие истины, в кавычках, по одному и тому же вопросу, обрекают тех, кто с ним сталкивается. Либо на безумие или шизофрению, расщепление личности и интеллекта, в случае согласия с ними в их полноте. Либо на обязанность дать определенный ответ на вопрос, что есть истина, по затронутым в них проблемам, в случае несогласия с ними хотя бы отчасти. Собственно, этим мы и занимаемся, развивая сравнительное богословие. Такого рода неразрешенные неопределенности во мнениях приобретают особую остроту и значимость в богословии, поскольку в нем, в лучшем случае, уклонение от правды и истины представляет собой выражение незрелости человечества. А в худшем случае – возводимый напрасленный навет на Бога. Этот навет включает в себя не только учения о нескончаемом аде для грешников, но и лживые учения о реальных фактах жизни и о нормах жизни глобальной цивилизации, народов и, наконец, персонально каждого из людей. Мудрость земная для человека состоит в том, чтобы ни при каких обстоятельствах не лгать и не делать неправды, осознанной лжи, а найти ту правду, которую должно сказать и сделать, и найти в себе силы, чтобы в любых обстоятельствах начать творить правду. Если человек не способен вести себя так во всех без исключения обстоятельствах, то он объективно делает не то дело, а приверженности, к которому заявляет открыто, а какое-то другое. Всякая ложь – дань сатане и прямой путь к одержимости, ибо Бог оставляет в области своего попущения тех, кто порочит его тем, что осознанно лжет, поддерживает заблуждение и вводит в заблуждение других. Людям свыше от рождения дано чувствовать это. Субтитры создавал DimaTorzok